Интересно делать, конечно, менять мир. Это очень интересно. По первой причине, что в нем будут жить твои дети, то есть ты живешь вечно. Почему еще мне ближе концепция материалистическая, она очень точно работает. Я буду жить вечно. То есть рай-то есть. Не рай, он существует, но он существует реальный. Он реальный. Это будущее. Рай – это будущее. Все очень просто. И в этот рай я верю. В это будущее. И еще надо в него верить, потому что знать его тоже нельзя. Но в это будущее я готов верить, и я готов бороться за него. Потому что в этом будущем я бессмертен своими детьми. Все очень стройно. И поэтому я должен его сделать лучше. Потому что я буду жить дальше там. Кстати, у индусов тоже сходятся. Они же тоже будут жить дальше. И мне важно, что это. Как только я говорю, что я буду жить там, там, куда угодно там, но не там, не в будущем. В общем-то, не важно, что будет здесь. По большому счету, если честно. А зачем? Какая мне разница? Я буду на облаке. Поэтому, собственно, вот эти вот обвешенные ребята, они говорят, ну все, я сейчас делаю чик. Здесь мне наплевать, что. Я просто нахожусь все дальше в другом месте. И как сказано в той же Библии, где богатство твое, там твое сердце. Мое богатство не здесь, ребята. Мое богатство там. И сердце мое там. А здесь мне не важно, что здесь будет. Ну правда, честно. И все. Это ошибка технологии. Это просто технологическая ошибка, логическая. Она не сразу понятна. Надо было дожить, чтобы понимать. Вот в чем ошибка. Даже атеисты не понимают, что в этом проблема. Они зачем-то пытаются доказать. Богу нет там. Зачем вы это говорите? Очень понятно, что не надо спорить. Есть, нет. Какая разница? Вы же люди выбирают, что хотят. Ты просто пойми, что мы о будущем должны думать. И вот то, что мы оставляем его сиротой, это будущее. Говорим, прости, будущее. Прости, мои дети. Ну, я не с вами сердцем. Я с вами в другом месте сердцем. Вот это странно очень. Ох, это очень странно. Это необъяснимая вещь. Это ошибка, гигантская ошибка технологии. Ну, выживание. Но она совершена. И дальше надо как-то очень медленно, плавно. И вот этой плавностью занят как раз протестанты. Почему? Ну, тоже не при вас будет сказано. Потому что это эволюционирующее учение. То есть оно было таким, потом оно меняется. Все, они там вплоть до наоборот все там уже. Как и наши и говорят, что там все наоборот у них вообще уже. Да. Они приспосабливаются к жизни, чтобы цели продолжать решать, но уже на современные. И у них как-то это все гармоничнее работает. То есть есть странная вещь, догматизм, да, что то, что было раньше, оно лучше. Это как? С чего это идет? Оно на этом построено, извините, целые культуры построено. Они говорят, нет, нет, стоп, стоп, стоп. Вот это не менялось? Не менялось. А это меняется все время? Да. А, ну то лучше оно, которое не менялось. Why? С чего это все, что меняется, становится лучше? Ну вот это наша проблема. Вот я верю в рай, это будущее, и я должен за него бороться, должен все менять. Это мне нужно, лично мне, моим генам, которые будут жить в моих детях, правнуках и так далее. Видите, какую атеистическую я точку поставил? Очень мощная, она непреодолима. Очень мощная, она непреодолима.